Viewer discretion is advised. Индивидуальный чехол с абсолютно любым принтом. Введи в личном кабинете промокод BIKI1 и получи десятипроцентную скидку на любой товар. Слушай, братан, ты же вроде на новую квартиру переехал. Мы, может быть, здесь какой-нибудь музей откроем. Может, мы здесь лучше притон откроем? А, снимаешь уже? Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Холанский и это возвращение проекта BIKI, который будет ещё идти целый сезон, а именно 10 выпусков. Как же так получилось, что мы подзадержались с третьим сезоном? Очень много времени ушло на попытки вспомнить что-то из того, что мы ещё не рассказывали, потому что, ну, я честно рассказал и все свои истории, и все свои компании. И мне пришлось сейчас буквально по крупицам выковыривать это из памяти, и поскольку я большинство времени пьян, от этого никакого толку. То есть я как бы вспоминаю что-то, но у меня остаётся заметка, типа, на которой написано «Брить как над». И я не знаю, что такое «брить как над». Не думайте, что это какой-нибудь такой особенный эвфемизм или шифр. Понятия не имею, просто я трезвым потом это смотрю и «брить как над». И в итоге мне приходится опять напиваться для того, чтобы вспомнить историю про «бритые как нады». Но у меня ничего не получается, я придумываю что-то новое, и у меня опять ничего не получается. В общем, так и снимали третий сезон, но теперь, наконец-то, можем с радостью заявить, что он возвращается в строй. Поэтому, если вы ещё помните проект «Байки», и если вы с нетерпением ждёте нового выпуска, то обязательно поставьте лайк под этим видео. С вас лайки, с меня байки, лайки делают байки, ну, и всё такое, что было в прошлом сезоне. И поскольку нам нужно подчеркнуть некую преемственность, то первые байки у нас сегодня маргинальные, и записываются они на том же месте, где были записаны все предыдущие сезоны, для того, чтобы, так сказать, переход был более плавным. Ну, что-то я уже разболтался, поэтому давайте начнём травить потихоньку. «Маргинальные байки». Я очень трепетно отношусь к понятию частной собственности, и вроде как за свою жизнь старался никогда не брать чужого, хотя меня постоянно раздражали люди, которые просто как-то, ну, наплевательски относятся к своей собственности, грубо говоря, оставляют айфоны заряжаться в барах там где-то, в аудиториях там лекционных, а потом удивляются, когда у них телефоны пропадают. Мне кажется, что человек заслуживает того, чтобы у него спёрли телефон, для того, чтобы он, ну, проявил хоть какое-то малейшее уважение к этой вещи. Ты там выпрашивал этот пятый айфон, там, у мамки с папкой несколько месяцев, и просто оставляешь его в классе, ну, если у тебя какой-нибудь одноклассник его уведёт, это не его вина, а твоя, потому что ты дурак и думаешь, что весь мир должен присматривать за твоими вещами. Так вот, но при этом, хоть я не беру чужого, я никогда не отказывался от бесхозного. Есть у нас одна история, которую мне мои друзья и знакомые припоминают до сих пор. Дело в том, что как-то вечером мы возвращались из кинотеатра. Мы не попали в кино из-за меня, потому что, ну, я был уверен, что можно опоздать, но, как оказалось, на последний сеанс опаздывать нельзя. Хоть кинотеатр работает, они закрывают кассу, и в кинотеатр уже не войти. Да, для тех, кто любит приходить в последний момент, вот вам тоже жизненный хинт. На последний сеанс лучше не опаздывать. Мы там постояли, поговорили немного с охранником. Вы знаете, это стандартная попытка заставить человека нарушить свои должностные инструкции за небольшие деньги. У меня есть друг, который любит курить в такси, и он, ну, в такси курить нельзя, и он постоянно, когда пьяный хочет там курить, он сначала просит, можно ли покурить, а если ему говорят нельзя, он всегда говорит, а за 200 рублей? Знаете, как Якубович такой, который предлагает вам приз или не приз? А за 200 рублей? Ну ладно, даю 300 и курим, или... В общем, не суть. Мы попробовали предложить тогда охраннику в кинотеатре небольшую взятку, он нас послал, мы опоздали. Соответственно, настроение ниже плинтуса. Мы идем, и я вдруг вижу лопату. Ну, натурально рядом с кинотеатром стоит лопата. Неговеная какая-то, знаете, пластиковая лопата, как сейчас делают. Такой лопатой даже человека не то, что не закопаешь, а не вырубишь. Хорошая такая стоит лопата. Не знаю, как, совковая, не совковая, не совковая, не, не совковая. Ну, просто обычная садовая такая лопата, но прям такая, блин, замечательная. И я говорю, я возьму себе эту лопату. Я возмущен тем, что кто-то вот так вот просто посреди дороги поставил лопату и ушел. Что такое? Вы в какой стране живете? Если не научить человеку бережливости, он в следующий раз не лопату оставит, а БТР, например. Или еще что-то жизненно необходимое стране. Поэтому я сказал, нет, эта лопата идет со мной в качестве назидания для того, кто ее потерял. Но, тем не менее, никто из моих друзей моими идеями не проникся, и поэтому меня начали постоянно подкалывать этой лопатой. И все это время, друзья, не помню, сколько лет назад это было, все это время я жду одного единственного момента. Я жду момента, когда кому-то понадобится сучья лопата. Потому что ни у кого из моих друзей нет дома лопат. Я видел, я был в гостях, я ходил, смотрел, все подсобки, все это, ни у кого нет ни одной лопаты. Даже сраной океевской пластиковой. Я единственный человек с лопатой среди своих друзей. И не вам, дорогие друзья, и не вам в том числе, дорогие зрители, меня за это судить. Поэтому мораль всей басни таковая. Следите за своими лопатами. Мир полон проходимцев. Ну и то, что лопата это полезный хозяйственный инструмент, который в любом случае вам пригодится. Занятная история приключилась со мной и одним моим другом, когда мы подзадержались в центре города и прознашатались после полуночи. Нам удалось попасть в торговый центр галерея, который, казалось бы, должен быть закрыт после 23-х, но, как оказалось, не для всех. Дело в том, что мы уже изрядно поднакидались и встретились с другом, которого, по всей видимости, обули в стриптиз-клубе. Он ничего не помнил, с трудом передвигался. Мы решили двигаться, увидели галерею, подумали, здорово было бы пойти подняться на тот этаж, где ресторанный дворик и перекусить там посреди ночи. Потому что в том состоянии мы были уверены, что все это работает круглосуточно. Вот чего не хватает трезвому человеку, на мой взгляд, так это уверенности пьяного. Пьяный человек может куда угодно идти. Вот хоть в Новый год отправиться в продуктовый и быть уверенным, что ему там сейчас водки еще продадут. Так можно в следующий продуктовый, в еще один. Но, собственно, неважно. Отправились мы в галерею и мы решили... Ну, там такой сложный перекресток, который мы решили не обходить вправо-влево, а как реальные пацанчики перебежать. К сожалению, там на этой дороге защита от таких реально умных пацанчиков, как мы. Как-то сказать-то ограждение, решетки, через которые мы решили перелезть. Потому что у нас уже ничто не остановит. Полдороги позади, галерея виднеется. И пока мы перелезали, оказалось, что ограждения в тех местах, где ездят машины, где ездят новые машины, они чертовски грязные. Просто невероятно. То есть мы их как следует протерли. И мы до этого-то выглядели не очень. А друг, который пришел после стрип-клуба, тот вообще на нем живого места не было. А теперь он еще и грязный. То есть с такой прям разношерстной компанией подошли ко входу. Вход был открыт. Тогда еще доделывали ремонт галереи, но она уже работала. Ну, что-то там по мелочи. Мы совершенно спокойно прошли, и нас никто ни о чем не спросил. И у нас ушло где-то два этажа, чтобы понять, что здесь ничего не работает. И мы зря пришли. Но вокруг нас суетились таджики, проходили различные какие-то погрузчики, что-то инженеры, что-то говорили. И мы втроем во всем этом как бы вареве ходим. Типа, да-да-да, здорово. Галереи поднялись в ресторанный дворик. Естественно, там ничего не нашли. И после этого спокойно вышли и пошли дальше развлекаться и заниматься непотребными вещами, которые уже не остались в моей памяти. И едва ли я могу их вам пересказать. Но смысл в том, что подобное, именно войти в галерею в нерабочее время, не получалось ни у кого. Из числа тех, кому я рассказывал эту историю, многие говорили мне, что я вру. Нас не могли пустить в закрытое здание, не могли мы увидеть эти кулары. Но я считаю, что дело было в том, что мы очень грязно выглядели. Поэтому, если можно из этой байки взлечь какую-нибудь мораль или какой-нибудь смысл, то если вы идёте в какой-нибудь строящийся объект или что-то, где что-то меняют, красят обои, делают, можно просто перемазаться, в какую бы одежде вы не были, извозюкаться и вас примут за рабочих. Это такая, как бы, универсальный камуфляж. Ну, а если вы ещё и, скажем так, кожа у вас получилась чуточку темнее, чем обычно, то всё, 100% можно планировать настоящий мастер-план ограбления. Когда мы бухали в детстве, а мы бухали в детстве, поэтому выросли такими никчёмными, не смешными, жирными и страшными, никогда не повторяйте наших ошибок, нам было негде бухать, потому что тогда у школьников ещё не было своих квартир и родителей, которые уезжают там на свою виллу в Италии, конечно, хотя, наверное, у кого-то и было, но не суть. Поэтому мы бухали на улице. И мы потиранично, но у нас было два таких у нашей компашки любимых места, где мы бухали. Это такие что-то вроде кустиков за прокуратурой, потому что, ну, можно было зайти за здание, и там всё было так засажено, но при этом втроё было что-то вроде коридора для таких избранных, кто мог зайти туда, посидеть. Что-то похожее было за музыкальной школой, в которую я когда-то ходил, но за музыкальной школой постоянно ходили ментовские патрули и брали всех тех, кто там распивал что-то. Поэтому мы предпочитали вот либо за прокуратурой, что, возможно, подчёркивал наши тогдашние отношения. Сейчас бы я в жизни не стал пить за прокуратурой. Я, наверное, даже как эти, Киса и Остап Бендер, когда шли, шли, увидели прокуратуру, так же стул бы взял и побежал куда подальше, не говоря уже о том, чтобы распивать там напитки. И второе место, где мы любили пить, это бывшие такие очистные сооружения, туда нужно было добираться. Они уже давно не работали, там ничего не сбрасывалось, но стоять вот именно под той штукой, которая открывалась, и обычно оттуда, не знаю, говно, не говно, но там, естественно, всё уже затвердело, ничего оттуда не могло выспаться, но сам факт того, что ты стоишь и испытываешь риск, что на тебя в любой момент может рухнуть говно, пусть оно и засохшее, и его там уже давно нет. Это как бы добавляло особый шарм в алкоголизм. И тем более раньше-то денег особо не было, и приходилось идти на какие-то всякие уловки, для того, чтобы больше можно было выпить. И как раз об этом эта байка, ну не больше выпить, а чтобы больше вставила, о том, как мы с друзьями взяли кое-как на всех, ну у нас вообще не было денег, и у нас был такой друг, который всё время говорил, у меня там 230 рублей, и все, ооо, гуляем, он такой, но 200 рублей мне нужно бабушке на сберканишку отнести, она попросила положить, и в итоге 30, и все такие, ооо, что делать? Кое-как собрали на бутылку тогдашнего джентоника, он назывался Мэри Тайм, счастливое время, но друг, который брал, его называл Мэрим Тайм, удивительный был человек, тот самый, который ГТА Сан Андреас называл ГТА Сан Андерсон, кое-как в итоге взяли, и мы сидим, и нет ничего более грустного, чем когда вы ребёнок, вам хочется нажраться, ну не ребёнок, наверное, школьник, лучше говорить, всё-таки мы были школьниками уже отпетыми, вам хочется нажраться, и всё, что у вас есть, это бутылочка джентоника, поэтому в тот день мы решили, что мы будем пить на жаре, и тем летом, когда у нас было мало, мы отчаянно пытались выходить там из этих кустиков прокуратуры, из-под честных, и стоять и пить прямо на жаре, чтобы солнце палило на нас, чтобы этот джентоник кипятился, чтобы без шапок стояли, без кепок, то есть, чтобы ловить тепловой удар для того, чтобы, может быть, может быть, чуточку сильнее заработал Мэри Тайм. Не знаю, зачем я это рассказал, по-моему, крайне маргинально. Какой из этого можно извлечь мораль? Друзья, тот день, когда вам станет хватать нормальный алкоголь, может стать самым счастливым днём в вашей жизни. Ну, а кто-то может и до конца радоваться виноградному дню, и там, Мэри Тайм, и прочим замечательным продуктом химической промышленности. Например, фанаты группы Король и Шут. Я уверен, они до сих пор не против пропустить через себя пару бутылочек виноградного денька. Но это уже совсем другая история. Ну, и в перерывы между байками не могу не поблагодарить интернет-магазин, во многом благодаря которому и появился новый сезон-байк в прошлом Beats777.ru, а ныне Beats7.ru магазин наушников Beats от доктора Дре. Оригинальный дизайн, потрясающее звучание, и при этом очень недорогие. И даже несмотря на то, что они очень недорогие, магазин Maximum Discount, ну, который Beats7.ru, еще и дарит вам подарки. Четыре замечательных подарка. Это мини-плеер, в котором вы можете слушать своему зяку наушники Beats Tour, для того, чтобы быть самым стильным в метро, или где обычно люди слушают капельку. Нож-кредитка, для того, чтобы быть самым стильным в метро, когда вы будете резать кому-то ей, я не знаю. И, конечно же, колонка, которая подключается через Bluetooth, для того, чтобы ходить как четкие пацанчики, с музякой Beats7.ru, максимум дискаунт, и самый лучший звук. Ссылочка в описании. Ну и раз байки у нас сегодня маргинальные, расскажу про свои сложные и кратковременные отношения, в какой-то момент даже дружбу, с байкерами, которые вроде как и не маргиналы, но вроде как и обычными людьми, их не назовешь. Наше сотрудничество началось с того, что мы выкупили у них аренду в клубе Alcatraz, где я провел стендап, все было очень весело, и байкеры, кстати, лучшие охранники из тех, что у меня были, потому что, знаете, обычным охранникам, в принципе, насрать. Они не следят за порядком в зале, пока кто-то не начнет убивать кого-то. То есть такое встречается даже в самых престижных клубах, где всем абсолютно насрать. Но байкеры не такие, они, как, знаете, такой школьный учитель, который следит даже за последними партами и не дает там никому баловаться, иначе выводит его в туалет и избивает! Так было в нашей школе! С клубов Hard Knocks! Ну ладно, не было такого в школе, так вот, да, байкеры. И вроде как наше выступление так получилось, что клуб тогда был не самый популярный, и мы вроде как, ну, не спасли их, скажем так, от разорения, но подкинули им, помогли деньжат, после этого стали регулярно выступать, вроде все было хорошо, до того момента, как меня не разбудил мотоциклист. Я пришел домой, помню, как-то уставший, лег вздремнуть, и слышу просто мимо моих окон, как проносится какой-то чувак, и просто пердит вовсю. То есть, понятно, что у человека там не то, что не глушитель, а наоборот наставлены перделки, для того, чтобы вся улица его слышала. И я так на секунду взвешиваю за и против, типа, ну, рассказать об этом, не рассказать, или там, обидится байкер, или не обидится, отмудохают, не отмудохают. А решил все-таки запилил небольшой подкастик, и не то, что, знаете, там, оскорблял там кого-то, но довольно внятно рассказал, что я не всех байкеров презираю, а вот только таких, кто наплевательски относится к окружающим. Вспомнил серию из Южного парка, про то, как их называли словом на букву «П», из-за того, что они так требуют к себе внимания. И, знаете, вот, ну, я был уверен, что я в этом подкасте все рассказал внятно, как бы, опозначил свою позицию, и что байкеры, не то, что нормальные, ненормальные, не могут обидеться на это, потому что, ну, по сути, я ведь говорю не о том, что байк-культура это плохо, а о том, что плохо ставить себя выше других людей. И именно в этом проблема, что, то есть, когда ты пердишь и требуешь, чтобы все тебя слышали, а люди могут спать, отдыхать, там, у кого-то ребенок, у кого-то еще что-то. Вот что, Федор, бывает, когда ты в руках постоянно что-то теребишь, а? Вот, тебе не говорила мама в детстве, что не надо теребить? Порядочные мальчики спят с руками над одеялом. Вот, байкеры, поехали. И оказалось, что эффект, которого я добился, вышел прямо противоположный. Все получилось наоборот. Байкеры мне кинули просто феерическую обидку, сказали, больше там не появляться рядом с их клубом, иначе меня убьют. И в комментариях набушевали люди, типа, вроде, да кто ты такой, чтобы мне указывать, чтобы я не шумел на всю твою улицу мото? Ты знаешь, сука, что такое мото? Мото, это жизнь. Ты сначала купи себе мотоцикл, а потом выпендривайся. Понял? Очкарик. Я тогда и не в очках был, но не суть. Типа, сначала давай выходи, что ты тут, ты выйдешь, скажи этому мотоциклисту в лицо, который мимо проехал, скажи ему, что он говнюк. Нет, я так не делаю, потому что мне хочется жить, и зубы, в принципе, дорогие сейчас, переставлять их долго, а появляться без них неказисто. Но сама суть, друзья, люди, которые ставят себя настолько выше, что для того, чтобы они начали вас уважать, вы тоже должны начать быть говнюком. То есть, как бы, уважение как к равному придет только тогда, когда вы сами купите себе мотоцикл, поставите эту пердушку, и начнете гонять по городу, для того, чтобы мешать нормальным людям спать. После этого вы станете для них равным, и, может быть, они выслушают ваши претензии. Уж если это не конченый маргинал, то я вообще не знаю, кто. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, как вы считаете, кто в данной ситуации прав, и как вот бороться с таким. Понятно, что их не догнать, и никаким уровнем шума не припыгнуть, да и колеса им спускать никто не будет, потому что всем кости переломают, они начнут искать. Но я считаю, что с этим нужно что-то делать, потому что это самый настоящий беспредел. Беспредел, он везде беспредел. Будь то с мигалкой или со свист-перделкой на старом мопеде. Педики в кожаных куртках. Все чаще я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди пишут мне в комментариях о том, что они там приехали в Петербург, сходили на какую-нибудь думскую, и там их за то или иное действие прессанула полиция. То есть, ну, конечно, распивать напитки в общественных местах, это противозаконно, как противозаконно и отливать в общественных местах. Но я просто призываю вас, друзья, не бояться и не начинать сразу же предлагать деньги, потому что, по большому счету, если у вас нет, с вас нечего взять, то с вас ничего и брать не будут, потому что вы никому не нужны. Как-то раз мы с моим другом, тем самым, который в желтой футболке как-то получил перепихон на халяву, не знаю, кстати, надо ему сказать, наверное, чтобы проверился, или узнать его результаты. То есть, как бы, если он проверился, насколько счастливым был тот перепихон. На это уже дело другой байки. Так вот, мы с ним были на Думской, потусили немного в клубах, решили пойти попить пивка на набережной, проветриться, и, ну, так получилось, что захотели отлить. Отливать в набережную, я считаю, как-то не по-петербуржски, с набережной точнее. Так что мы отправились в переулок, встали, вроде бы как все хорошо, стоим, отливаем, эту байка на набережной, и, ну, знаете, вот эта вот штука, когда, типа, вы слышите только последний момент сирены, когда она останавливается. Это как включенный холодильник, которого не слышно, пока он работает. Это байка на набережной, все, и вы понимаете, что дело к вам. Поймали, начали вот это вот стандартное все, это штраф, мы вам там пришлем в университет. Знаете эту стандартную тему, что вот в университет сообщим, что вы там пьете, или ссойте на улицах? Ну да, конечно, я думаю, очень интересно было бы в моем университете, там, моим преподавателям или научным руководителям каким-то читать. Ммм, надо же, так вы сидите там в улицах, всё, мы вас отчисляем. Это недопустимо! Наш университет не может быть представлен человеком, который решил пописать на улице. В общем, начинаются вся эти стандартные телеги, начинают вымогать бабки, которые имеются. Друг там отдал что-то в районе 200 рублей или что-то у него было, а у меня лежит 60 с чем-то рублей, не помню сколько точно. Помню, что тогда это было на два чекенбургера в круглосуточном Макдональдсе, до которого можно было дойти от Думской. И когда вот это всё начинается, я просто встал на принцип и сказал, нет, деньги на чекенбургер не отдам. Это мне, это на второй, мы пойдём, не отдам, везите в отделение, оформляйте за санину и штраф заплачу 400 рублей и всё что угодно. Но деньги на чекенбургер не отдам. И не отдал ведь в итоге выпустили, но правда в какой-то момент они орали на нас и грозили, что мы футболками сейчас будем санину вытирать. Но главное не сдрейфить, и тогда можно уйти с места преступления целым, живым, невредимым и с парочкой чекенбургеров, отложенных у вас в животике. А теперь небольшой сюрприз для того, чтобы как-то разнообразить формат байк, кроме того, что байки будут сниматься в новых местах с каждым выпуском. Я решил добавить небольшую рубрику «Звёздная байка» или может быть «Байка от звезды», «Гостевая байка», как вам угодно. И для дебютного, так сказать, выпуска третьего сезона я позвал своего хорошего друга Ника Черникова. Он уже рассказывал несколько байк, которые вошли так или иначе в той или иной форме в предыдущие сезоны. И сегодня обещал подготовить для вас что-то жаркое. Поэтому предоставляю слово Нику Черникову. Всем привет, друзья! Юра позвал меня рассказать байку, «Звёздную байку», как-то так он это называет. И на самом деле это прикольно, потому что байок у меня достаточно много из-за того, что я веду достаточно такую активную жизнь во всех планах. И часто езжу в туры. Я отъездил 4, по-моему, тура или 5. И вот скоро еду в ноябре в очередной тур, поэтому подписывайтесь на мою страницу и следите за городами. Несусь! Несусь! История про, по-моему, второй тур. Дело было в Нижнем, не важно в каком городе, в Нижнем где-то там. И мы вписывались в хату, достаточно хорошую. С евроремонтом чувак, хозяин хаты, нас кормил, поил. И всячески проявлял свою гостеприимность и заинтересованность в том, чтобы мы вписывались именно у него в этом городе в дальнейшем. И на вписке было много народу. И там была одна симпатичная девчонка, на самом деле. Но я в то время как-то так ещё не вёл какую-то активную половую жизнь в качестве рок-звезды в турах. Потому что я, по-моему, тогда был женат, что ли. Что-то какая-то такая фигня была. Вот. И я поэтому решил просто пойти и подрочить на эту девчонку. А куда можно пойти и подрочить когда-то на вписке? Только в туалет. Я захожу в туалет, сажусь, снимаю штаны, но как-то не с натянутыми же штанами как-то в туалете сидеть. Совсем уж глупо. Спускаю штаны и начинаю наяривать, знаете, так разлёгся и наяриваю. И тут подо мной просто ломается унитаз. И я оказываюсь в какой-то куче осколков воды со стояком со снущенными штанами. Поднимаю штаны, тут вода льётся, куча осколков, трэш. Быстро прячу стояк в карман, застёгиваю шеринку, выхожу из туалета, говорю, пацаны, там, короче, походу толчок сломался. Заходит Филипп, такой, нихера, типа, как ты разворотил вообще, как ты смог? Я такой, я не знаю, чувак, я просто сел какать. Он такой, типа, что взять, типа, ты кирпичами что-нибудь какаешь, почему у тебя сломался в туалет? Я такой, нет, я просто сел, ну, знаешь, типа, чуть-чуть облокотился на бачок, чтобы удобнее было. Такой, ты развалился, что ли? Наталочка, я пока срал, такой, ну да, типа, я сру вот так вот, а ты как срёшь? Он такой, вот так, Никита, как и все нормальные люди. Может быть, ты, говорит, не посрать хотел, а подрочить, например, такой, чувак, типа, зачем мне дрочить? Я, все мы, в общем, друзья. Мораль этой байки в чём? В том, что не путайте никогда туалет, унитаз с креслом, не разваливайтесь, не облокачивайтесь на бачок. И в том числе на полке, Никита. Как тебе мораль в чужом доме видеть себя прилично, а не разваливайтесь, как свинавники? Я же тебе говорил, что пуф на полку упирается, сейчас всё дерево обвалится. Но это не главная мораль, а главная мораль в том, что лучше было бы в***ть ту девчонку. И все бы толчки остались в целом. Ну вот, друзья, и подошёл к концу самый маргинальный выпуск баек. Напоминаю, что если вам понравилось, то вы можете поставить лайк. Были времена, когда мы могли и по 20 тысяч лайков собирать, теперь не уверен. Но надеюсь на то, что зрительский интерес всё-таки пока ещё не пропал. Подписывайтесь на канал Russian Stand Up, где будут выходить новые выпуски. А новых выпусков будет ещё аж 9 штук. Это я вам обещаю, обязательно доснимем. И на сегодня всё. С вами был Юрий Хованский, рассказчик баек номер... Ну, нет, не думаю, что я номер один. Я не думаю, что я даже в висятку вхожу. Но, ладно, рассказчик баек с номером трёхзначным каким-нибудь. Или четырёхзначным. Хватит принижать себя! В общем, с вами был Юрий Хованский. Всего вам доброго! Ну, а для того, чтобы не быть маргиналом, в первую очередь нужно зарабатывать, друзья. И если вы не можете зарабатывать классическими способами, вроде того, чтобы валить лес или собирать юроросетки, для вас всегда существуют альтернативные способы. Например, вы можете разводить электронных птичек, получая при этом не электронные, а вполне такие реальные деньги. На сайте richbirds.com Ключевое отличие от конкурентов, это то, что проект держится очень долго, стабильно проводит выплаты, и не собирается загибаться. Поэтому, если кто-то хотел начать зарабатывать свое состояние на птичках, то сейчас самое время. richbirds.com Ссылочка в описании.